Курение табака – самое распространённое из вредных привычек человека и самое древнее. Первые изображения курильщиков, найденные в древних храмах Центральной Америки, датируются тысячным годом до нашей эры. Древние лекари, надо сказать, табаком лечили, приписывая ему целебные свойства. И листья табака использовались как болеутоляющие. Это сейчас доподлинно известно. Табак больше вреден, чем полезен. В его дыме содержится более 4000 веществ, около 200 из которых – ядохимикаты. Но известно и то, что бросить курить никогда не поздно. 31 мая, во Всемирный день без табака, наш корреспондент Татьяна Брылова встретилась с врачом-наркологом Ольгой Запольновой. Хотя никотин и не включён в перечень наркотических веществ, медики уверены – это тоже наркотик. И зависимость от курения следует считать наркотической. Никотиновая зависимость имеет те же признаки, те же стадии, что и наркотическая, алкогольная зависимость. То есть есть период, этап психической зависимости, развернутый этап, когда и психическая, и физическая зависимость развивается. И период уже осложнений, тяжёлых последствий табакокурения. В табачном дыме содержится более 4000 веществ, порядка 200 из них – канцерогены. При длительном и систематическом употреблении развиваются крайне тяжёлые соматические заболевания. Очень высок риск развития рака, дыхательных путей, рака почек, злокачественных образований желудка и пищевода. Помимо этого страдает сердечно-сосудистая система, кровообращение головного мозга, кровообращение сердечной мышцы. Инфаркт, инсульт, атеросклероз – возникновение этих болезней тоже виновна табакокурение. Кроме того, курящий человек представляет угрозу для окружающих. Пассивное курение, хотя сами курильщики не признают свои вины, сказывается на здоровье окружающих. Использование сигарет с фильтром сам курильщик как-то себя защищает от некоторых крупных молекул, а окружающие дышат всем этим дымом в полном объёме. Курящая женщина, хотя и мало привлекательна, но уже стала привычна нашему взгляду. Даже беременная женщина перестала быть редкостью. Не задумываясь о будущем своих малышей, многие будущие мамы даже не пытаются справиться с пагубной привычкой. Курящая беременная женщина формирует никотиновую зависимость у уже нерождённого ребёнка. Дети от курящих матерей рождаются с меньшим весом, они чаще болеют. Курящая женщина обрекает своего ребёнка на страдания, на болезнь. Бросить курить никогда не поздно, уверена Ольга Фёдоровна. Главное – принять для себя это важное решение и сделать первый шаг.